Сегодня 18 июня, льговская четвертая, а зимая пшеница льговская четвертая, норма высева 2 миллиона. Колос уже начинает наливаться, местами по 4. Зерна в колоске с формируем носиком, в случае не прощупываются. Пришественник здесь ячмень, 150 килограмм диамофоски, 200 килограмм селитрой мячной. Два миллиона, три, три миллиона. Четыре. Пять. Шесть миллионов, на шести миллионах посевку и где начинает ложиться. То есть, есть такая проблема. Этот год достаточно влажный, благоприятный для озимых. Это средний срок сева, это 20 сентября в этой льговской. Как я посеял в этот предшественник, в ячмень. Основная проблема этого предшественника, предшественника ячменя, вообще во всех предшественниках. Если даже сеять и после гороха, и после рапса, и после озимой пшени, это падалица. То есть, падалица. Как с ней бороться? Здесь посев был убран достаточно поздно. И это были опыты. Первое лущение, оно относительно было позже, чем может быть нужно это сделать, чтобы заделать семена. И так получилось, что, то есть, глифосатная обработка, допустим, если работать до посева, ну, просто я бы не успел. Не успел бы посеять там 20, допустим, сентября. Поэтому глифосатную обработку я уже делал после сева. После сева, то есть, я врезал семена в падалицу, можно сказать так, и отработал глифосат. То есть, вот такой вот эффект получился. Это вполне, ну, вполне относительно нормально. Где-то есть видео этого посева и то, как все получилось. Ну, вот такой вот результат сейчас есть. Азимая, конечно же, не страдала. Она была слабой из-за того, что был поздний сев. Но в то же время погода вся была на стороне Азимы. Поэтому практически все варианты, ну, я имею в виду, все сроки, они на данный момент неплохо выглядят. Здесь нет разных сроков. Здесь только один срок. Это вот как раз срок средний такой, 20 сентября. Срок посева. Это Льговская, четвертая.